Всем привет из Магнитогорска и добро пожаловать в мой влог. Еду на работу. Кто смотрел влог, где я работаю, тот знает, куда я еду. Так что, если вам интересно, где я работаю, посмотрите там пониже-пониже влоги, и вы знаете, где же я работаю. Да, иногда еще и работаю, даже так. А работа-то любимейшая, а у вас как? Любимая она у вас. И где вы работаете, напишите. Мне тоже будет очень интересно. Ну что, дорогие мои, я уже на работе. Кто догадался, тот большой-большой молодец. Я думаю, что вот так сейчас освещение лучше. И сейчас я хочу вам сказать свои благодарственные слова от души. Спасибо, что вы написали мне столько приятнейших комментариев под влогом с нашего венчания. Ну, было очень-очень приятно. Я каждый читала и понимала, что от каждого идет теплота и какая-то душевность. Поэтому мне было очень приятно. Я их читала и супругу, ну и он сам может открыть канал и почитать ваши комментарии. Поэтому хочу, чтобы вам было тоже приятно. И хочу сказать большое спасибо тем, кто написал комментарии, передать вам большой привет. Так что передаю привет. Касана 05.11 Касана 05.11 Поэтому вот вас записала тех, кто на данный момент написал приятные-приятные комментарии, поздравления, пожелания. Ну, в общем, я вас обнимаю, целую, люблю. Вы мои хорошие-хорошие зрители. Поэтому ваши комментарии только стимулируют меня снимать дальше видео. Ну, и, конечно, хотелось мне от вас больше вопросов, чтобы, может быть, какие-то влоги снимать, где отвечать на ваши вопросы, что вас интересует. И уже по вопросам что-то интересующее вас показывать. Так что мне это было бы тоже очень приятно. И стало бы что-то попроще снимать и показывать, что вам действительно интересно. Так что вот, ну, а я, в общем-то, в офисе. В офисе, у нас в офисе. Я вам уже показывала этот офис, да? Вон там эти красивые баночки, которые многие любят и которые делают нас красивыми. Кого они делают красивыми? Но меня они точно делают красивыми. Ну, я думаю, что если вы смотрите мой канал, то вас тоже, как меня, интересует красота, здоровье, стиль, покупки, уход за собой. Что еще? Путешествия, развлечения. Ну, я не знаю, все, что хотите в жизни иметь суперского-суперского. Того я вам желаю. И буду вам показывать, что есть суперское в моей жизни. Ну, это, конечно же, наши близкие, дети, мужья, родственники. Ну, в общем-то, как-то так. Не знаю. Ну, такое спонтанное вот это снятие. Видео вам от души. Так что вот. Да, помада вот такая, но красится на губах. Помада от Арифлейм. Номер не помню. Из серии Giordani Gold в таких золотых, красивущих упаковочках. Кому будет интересно, напишу номер вам. Если вам интересно, напишите. Я вам тоже отвечу и напишу ее номер. Я в центре красоты Академии. Пришла на кое-какие процедуры. Видите, вообще не накрашено. Так что посмотрим, что вы будете делать. Одели шапочку. Будем делать процедуру против купероза. Вот так вот. Как в больнице. Все серьезно. Это аппарат. Минкриолифтинг. То есть холодом. Хорошо укрепляет сосудики. Лифтинг, подтяжка хорошая. Даже проблемки, если есть, угри, прыщины, мадекоз тоже хорошо лечит. ПО we Haben С Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует. Ммм, такой аромат. Я долго снимаю птицы, это массаж. Добавляю птицы, курицы, курицы и курицы. Мои ощущения после этой процедуры, которую я проходила у косметолога. Значит, процедура была направлена на борьбу с куперозом. То есть очищается лицо, вы там все видели поэтапно, что там косметолог делала. И потом, когда она вот вводит по лицу, по вот этой вот части, по носу, крылья носа, дальше там щечка, вот этим вот аппаратом. Там работает в аппарате вентилятор. И то есть вот эта штука холодом получается. Холодом действует по лицу. Вот есть у меня немножко такая вот склонность к этому, покраснеющие щечки. То есть это признак того, что есть склонность к куперозу. Поэтому если у вас тоже есть такая склонность к куперозу, какие выходы вообще из этой ситуации? Как можно себя, во-первых, продиагностировать? К купероз – это в принципе, в каких-то источниках пишется, что это наследственность тоже играет роль. Потом еще, если вы поели горячую пищу и какой-то вот румянец появляется, это вот начальные стадии того, что вы раскраснелись. И если с улицы пришли сильно быстро, краснота не спадает – это тоже признаки купероза. Когда сильно перебат температур тоже на лице. Ну, вы знаете, краснота, потом начинают такие капиллярчики, потом сетка – это вообще уже последняя-последняя, как говорится, стадия-то очень сложная с этим бороться. Ну, что хочу от себя сказать. Мне очень раньше хорошо помогал серия «Биоклиник» от Арифлэйм. Крем был шикарнейший крем. Он и как-то иматировал, и всю эту кожу успокаивал. Сейчас его нет. Очень жду, может быть, его все-таки переиздадут, и он все-таки будет. Еще какие методы в домашних условиях? Бороться с этим, конечно, нужно. А какие методы? Не использовать тоники со спиртом, хотя вот есть у меня такие тоники, которые со спиртосодержащие, пользуюсь ими, хотя понимаю, что они только усугубляют что-то. Вот, в общем-то, советы мои от меня – не использовать тоники спиртосодержащие, использовать солнцезащитные крема с большим фактором SPF, потому что после купероза следующая стадия – это еще и кументация, могут быть и воспаления. И пить аскорутин и мазь троксивозин. Мазь троксивозин, она вообще предназначена для варикоза, для… Ну, вот я не медик, вам не расскажу, так, ну, в инструкцию, если вот у кого есть такая проблема, запомните название троксивозин. Ну, в порядке, то это нам может быть 200-250 рублей. Есть еще капсулы троксивозин, но они лучше усваиваются со скурутином. Пить их вовнутрь и со скурутином. Если же вы хотите мазью пользоваться, как я, в общем-то, вам советую, на начальных стадиях можно использовать мазь и делать из нее маски на лице. Наносить на те участки, может быть, крылья носа, если у вас это сильно, там еще что-то наносить, держать и просто это смывать и убирать. А аскорутин пить в поддержку организма. Ну, в общем-то, вот уже в ближайшее время я планирую ее купить, пока еще не купила, и уже снова опять, в общем-то, вот так вот пользоваться ей, потому что все у меня, биоклиник, все вот закончился, ну, там прям такие остатки, но можно сказать, у меня его почти уже нету, поэтому нужно искать какие-то другие методы для разрешения этой ситуации. Ну, в общем-то, ощущение после процедуры, что у меня еще сильнее раскраснелось лицо, или, скорее всего, это от массажа, прилив крови произошел, потом это как-то все успокоилось и, в общем-то, угомонилось. Так что, вот, чистки лица делать нельзя, если у вас есть купероз или склонность к нему. Вот, лучше это избежать, чтобы вам не говорил косметолог. Массаж все-таки тоже в интернете прочитала, что исключен. И, в общем-то, чистки, массаж, ну, как бы вот так. Так что, вот такие вот дела после этой процедуры. Так вообще все в салоне, конечно, хорошо, замечательно, хорошая такая косметолог женщина. В общем-то, все мне, в принципе, остальное как бы так понравилось. Ну, интересная процедура, но кубики льда можно с ромашкой заваривать, тоже протирать лицо кубиками льда. Ну, то есть, какие-то маски делать. Если такие, знаете, гелеобразные есть, которые в холодильнике охлаждаешь, это уже можно, как вот типа планы, есть очков такие с охлаждающим эффектом. Есть такие еще маски на все лицо, тоже можно, в общем-то, прикладывать и смотреть, и наблюдать, как это все. Ну, в общем-то, беречь-беречь лицо от ультрафиолета, от резких перепадов температуры. Ну, в общем-то, как-то так вот. Вот, да, поэтому, все, что я хотела вам рассказать по этому поводу, по поводу купероза. Если будут вопросы, вы мне пишите, задавайте вопросы обязательно. Если у вас есть опыт, как вы боретесь, если у вас есть такие проблемы какие-то, что вы используете, какие крема, марки, ну, мне тоже будет это очень интересно, напишите мне обязательно под этим видео. В Ларушпазе, тоже я вот прочитала, есть целая такая небольшая линеечка продуктов. Если вы пользовались этими кремами, напишите, мне тоже очень интересно. Хотелось бы, ну, узнать, как, что подходит, не подходит, стоит это покупать или нет. Ну, и давайте прощаться. Спасибо, что вы этот день были вместе со мной. Всем пока-пока!